Свою историю кондитерская фабрика «Спартак» отличиваясь с 1924 года. С тех часов тут еще захавалось несколько домов, которые не лишатся традиции и качества. Это, наверное, один, что связывает эту фабрику с современным акционерным товариством. На конец минулого года, например, тут увели в эксплуатацию еще одну вытворчность, основанную на самых современных технологиях – вайфельный цех. Уже сегодня зацикавленностью этой продукции выказывают не только белорусские спешивцы. В уголе сейчас «Спартак» имеет партнеров в 26 странах мира. Это у тымлику Китай, Сингапуры и Гонконге. И этот спис тут не лишатся кончатковым. Иншая справа, что у сучасных умовах экспорт у значной ступени залежит от транспортной складающей, але в принципе выездим можно знайсти завсёды. Дарыш и сайт предприемства працует одразу на трёх мовах – русской, английской и китайской. Кажут, что это вельми спрыяе пошуку новых партнеров. Такие страны, как Сингапур, Австралия, Гонконг. Да, пока только авиаотгрузкой отправляем пробные партии, но всё равно расширяем рынки сбыта. Если говорить по подсоветскому пространству, то мы работаем со всеми республиками бывшего Советского Союза, а также со странами Прибалтики. Надёжные партнёры у нас в Соединённых Штатах Америки, в Монголии. Министра информации Беларуси Лилию Ананиш цікавець усё. Ад элементу технологии вытворчаці солодкой продукцией, да и е конкурэнта с дольностью по равнанні з импортными аналогами. Урышця, якосная продукция – это не только здоровье нации, але и имеж державы. Не меньш важно и тое, яким чынам досягнуты поспех. Гомельске спартаковцу в этом плане здаецца усё упарадку. По великим рахунку, мясцовый опыт годный таго, каб яго распаусюжвать просродки массовой информации. Совершенно новый облик предприятия, где правят бал технологий, где современное оборудование, где не говорят о том, что нам надо, нам не хватает, а показывают, что сделано. И сделано не кем-то, а самим коллективом в конкретных экономических условиях. А значит, можно и модернизироваться, можно и выпускать хорошую продукцию. Алекшин Цюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания Гомель.